Ай, Ордане, крещающаяся Тебе, Господи, Троеческое явися поклонение, Родители, Бог, лад свидетельствовавши Тебе, Возлюбленного Тебя Сына именуя, И Дух в виде глубине, Известовавшись в словесе утверждение, Я влезь о Христе Божии, И мир просвещай, слава Тебе. Господи, Иисусе Христе, Сын Божий, Политв ради Пречистой Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Везде сущий и все собой наполняющий, Источник благ и жизни, Податель, Приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, И спаси благой души нашей. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну Святому Духу, Ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши. Святой, приди и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, Да светится имя Твое, Да придет Царство Твое, Да будет воля Твоя, И на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, Дай нам на этот день, И проси нам долги наши, Как и мы прощаем, Должникам нашим. И не веди нас в искушение, Но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство, И сила, и слава, Во веки. Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, Не находя себе никакого оправдания, Мы грешны приносим Тебе, Владыке нашему, эту молитву. Помилуй нас, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас, Ибо мы на Тебя уповаем. Не прогнивайся на нас безмерно, И не вспоминай беззакония наши. Но склони на нас взор Твой, По милосердию Твоему, И избавь нас от врагов наших. Ибо Ты, Бог наш, А мы люди Твои, Созданные рукой Твоею. Имя Твое призывай. И ныне, и пресно, И во веки веков. Аминь. Милосердие двери открой нам, Благословенная Богородица, Чтобы мы, надеющиеся на Тебя, Не погибли, Но избавились через Тебя от бед. Ты спасение рода христианского. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Божий вечный Царь всех созданий, Удостоивший меня дожить до этого часа. Прости мне грехи, которые совершил этот день, Делом, словом и помыслом. И очисти, Господи, смиренную мою душу От всякой нечистоты, Плотской, духовной. И дай мне, Господи, в эту ночь мирный сон, Чтобы, встав со смиренна моего ложа, Я во все дни жизни моей делал угодное Пресвятому имени Твоему И побеждал нападающих на меня врагов, Плотских и бесплодных. И избавь меня, Господи, От суетных помышлений, Отверняющих меня, И дурных желаний. Ибо Твое есть царство и сила, И слава Отца и Сына, И Святого Духа, Ныне и пресно, И во веки веков. Аминь. Вседержитель, Слово Отца Небесного, Иисусе Христе, Ты сам, будучи совершенным, По великому милосердию Твоему, Никогда не покидай меня рова Твоего, Но всегда во мне пребывай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, Не предай меня коварству дьявольскому, И не оставь меня на волю сатаны, Ибо во мне есть семя погибели. Ты, Господи Боже, которому поклоняемся, Царь Святой, Иисусе Христе, Спящий меня сохрани, Немеркнущим светом, Духом Твоим святым, Которым осветил своих учеников. Дай, Господи, Мне недостойным рабу Твоему, Спасение Твое наложимое, Просети ум мой, Светом уразумения Святого Евангелия Твоего, Душу любовью ко Кресту Твоему, Сердце чистотой и Слово Твоего, Тело мое Твоим страданием, Чуждым страсти, Мость мою Твоим смирением сохрани, И подними меня в надлежащее время. Слави Тебя, Ибо Ты предпрославлен С безначальным Твоим Отцом И с Пресвятым Духом Вовеки. Аминь. Господи, Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, Умилосердься, Помилуй меня грешного, Рабатывай его, И отпусти меня недостойному, И прости все, В чем я согрешил сегодня, Как человек, Даже не как человек, А хуже скота. Вольные мои грехи, Невольные, Ведомые мне и неведомые, По молодости, Или по злому умыслу, По дежности или скуке, Если именем вам клялся, Или похулин его в мыслях моих, Или кого угорил, Или клеветалковый в гневе моем, Или опечалил, Или рассердился, Или солгал, Или не вовремя спал, Или пренебрел нищим, Обратившимся ко мне, Или опечалил брата моего, Или поссорил, Или кого усудил, Или превозносился, Или возгордился, Или разгневался, Или во время молитвы Умок лукал мирские мысли, Ему стремлялся, Или блудным мыслям предавался, Или въедался, Или напивался, Или безумно смеялся, Или замушлял злое, Или при виде чужого добра Позавидовал сердцем, Или непристойности говорил, Или над грехом брата моего Посмеялся, Моим же согрешениям нет числа, Или о молитве не родил, Или еще что-либо злое заделал, Не помню, Ибо все это и больше этого сделал, Помилуй меня, Творец мой и Владыка. Унылого и недостойного Раба твоего, И оставь меня, И отпусти, И прости меня, Ибо ты благой, И человеку любивый. Да с миром лягу, Усну и спокоюсь, Блудный, грешный, И несчастный, И поклонюсь, И воспою, И прославлю Пречестное имя Твое, Со Отцом, Единородным Его Сыном, Ныне и во всякое время, И во веки веков. Аминь. Господи, Боже наш, Все, чем согрешил сегодня, Словом, Делом и помышлением, Как благой человек, Олюбись, Прости мне, Мирный, Безмятежный, Сон дара мне, Ангела Твоего, Хранителя, Пошли, Защищающего, И сохраняющий меня Церкова зла, Ибо Ты, Хранитель душ И тел наших, Тебе слава Восылаем Отцу и Сыну, Святому Духу, Ныне и пресно, И во веки веков. Аминь. Господи, Боже наш, Которому веруем, И имя Которого, Более всякого имени, Призываем, Дай нам, Косну отходящим, Облегчение душе и телу, И сохрани нас От всякого мечтания Темной страсти, Останови вожделение страстей, Гаси огонь возбуждений телесных, Дай нам прожить В делах и словах Целомудренно. И проведя добродетельную жизнь, Не лишиться обещанных Тобой благ, Ибо Ты благословен Во веки веков. Аминь. Господи, Не лиши меня небесных Твоих благ. Господи, Избавь меня от вечных мук. Господи, Умом или помышлением, Словом или делом, Согрешил. Прости меня. Господи, Избавь меня от всякого Неведения, Забвения, Молодушия и Бесчувствия. Господи, Избавь меня от всякого Искушения. Господи, Просети мое сердце, Мраченое луками, Стремлениями. Господи, Я как человек согрешил. Ты же как Бог Щедро помилуй меня, Ведя немощь души моей. Господи, Пошли благодать Твою В помощь мне. Да прославлю имя Твое Святое. Господи, Иисусе Христе, Запиши меня, Рабатывая в книге жизни И даруй мне добрый конец. Господи, Боже мой, Хотя ничего доброго Не сделал пред Тобою, Но дай мне по благодати Твоей Положить начало добрым делам. Господи, Окропи сердце мое, Росой благодати Твоей. Господь неба и земли, Помяни меня, Грешного раба Твоего, Скверного и нечистого, В отцарстве Твоем. Аминь. Господи, В покаянии прими меня. Господи, Не оставь меня. Господи, Не введи меня в напасть. Господи, Дай мне мысль добрую. Господи, Дай мне слезы и память О смерти и умиления. Господи, Дай мне стремление К исповеданию грехов моих. Господи, Дай мне смирение, Целомудрие и послушание. Господи, Дай мне терпение, Великодушие и кротость. Господи, в селе в меня, в корень добра, страх пред Тобой, в сердце мое. Господи, удостой меня любить Тебя всей душой моей, помышлений творить во всем волю Твою. Господи, защити меня от некоторых людей и бесов, и страстей, и от всего прочего недостойного. Господи, Ты знаешь, что делаешь, и чего желаешь. Да будет и надо мной грешная воля Твоя, ибо Ты благословен вовеки. Милосердного Царя, Милосердная Матерь, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милостына Твоего и Бога нашего, излей на страдающую мою душу и Твоими молитвами направь меня на благие дела, чтобы в не оставшие дни моей жизни прожить без греха и с Твоей помощи найти рай. Богородица Дева, Единая, Чистая и Благословенная. Ангел Христов, Хранитель мой святой и покровитель души и тела моего. Прости мне все, в чем я согрешил сегодня, и звать мне отца коварства, нападающего на меня врага, чтобы никаким грехом не прогневал я Бога моего. Но моли за меня грешного и недостойного раба, чтобы мне стать достойной благости и милости Всесвятой Троицы и Господа и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Убывание моё, Отец, прибежище моё, Сын, покров мой Дух Святой, Троица Святая, слава Тебе! Да воскреснет Бог и рассеются враги Его, и добежа бегут от лица Его, ненавидящие Его. Как исчезает дым, да исчезнут, как тает воск притогнём, тогда подгибнут бесы от лица любящих Бога и осеняющих себя крестным знамением и с радостью восклицающих. Радуйся, многочтимый и животворящий крест Господень, прогоняющий бесов силы на Тебя, распятого Господа нашего Иисуса Христа, сошедшего в ад и уничтожившего дьявольскую силу, и даровавшего нам Тебя свой честной крест для отпора всякому противнику. Умногочтимый и животворящий крест Господень, помогай мне со святой госпожою Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослабь, оставь, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, совершённые словом, делом, сознательно, неосознанно, днём и ночью, в уме и мыслях. Всё нам прости, ибо Ты благой и человеколюбивый. Ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбец, делающим добро, сделай добро, братьям и родным, нашим милостиво даруй то, что ведёт ко спасению и жизни вечной. Больных посети и исцелением даруй, находящихся в море направь, путешествующим запутствуй, дай оставление грехов служащим нам и помиловавших нас, поручившим нам, недостойным, молиться о них, помилуй по великой Твоей милости. Помилю, Господи, усопших отцов и братьев наших и упакуй их там, где сияет свет лица Твоего. Помилю, Господи, братьев наших, находящихся в плену и избавь их от всяких бед. Помилю, Господи, приносящих плоды трудов своих святые Твоей церкви и делающих в них добро. Исполни их прошение о спасении и даруй им жизнь вечную. Помилю, Господи, нас, смиренных и грешных, недостойных рабов Твоих и просити наш ум светом познания Тебя и выведи нас на путь заповедей Твоих по молитвам Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Вечной Девы Марии и всех своих Твоих святых, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. Исповедую Тебя, Господу, Богу, моему Творцу, во Святую Троицу Единому, прославляемому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу. Все мои грехи, совершенные во средней жизни моей и во всякий час, и в настоящее время, и в прошедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, нарушением поста, празднословием, унынием, леностью, привлеканием, непослушанием, клеветой, осуждением, беспечностью, самолюбием, жадностью, хищением, ложью, сквернословием, осквернением, коростолюбием, ревностью, завистью, гневом, злопамятством, ненавистью, вымогательством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, отсиданием и другими моими грехами душевными и телесными, которыми Тебя, Бога моего, Творца, прогневал и ближним моего, обидел. Сожалею я не их виновным, представю пред Тобой, Богу моим, и хочу покаяться, только, Господи, Боже мой, со слезами смиренно прошу Тебя, помоги мне, прости Твои милосердия, мои прошлые грехи, освободи от всего, что я высказал пред Тобою, ибо Ты, благое и человека любивый, достойно есть прославлять Тебя, истинную Богородицу, вечно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, по чести высших херувимов, и по славе высших серафимов, непорочно Бога слово родившее, истинной Богородице Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и притсно, и во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи Иисусе Христе, Сын Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных отцов наших, и всех святых, помилуй нас. Аминь. Господи Иисусе Христе, отверсти уши и очи моего сердца, чтобы мне услышать Твои слова, понять их, и исполнить волю Твою. От Луки, Святого Евангелия, чтение. Луки, глава 20, 9, 16, и начинал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарим, и отлучился на долгое время, и в свое время послал к виноградникам раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника, но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. Еще послал третьего, но не и того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградникам, что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыятся? Но виноградари, увидев его, рассуждали между собой, говоря, это наследник, пойдем, убьем его, и наследствие будет наше. и выведев его вон из виноградника, убили. Что же сделать с ними господин виноградника? придет и погудит виноградаре тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали, да не будет. Толкование блаженного фифилакта. После того, как пророки перенесли такое ужасное зло, позылается сын, может быть, говорит, постыдятся сына моего, но, может быть, послушают Еремия 26,3. Будут ли они слушать? Иезекииль 2,5,3,11. В этих местах Бог говорит так, не понеснание будущего, но для того употребляет такой образ выражений, чтобы кто не сказал, что предвидение Божие было необходимой причиной непослушания. Убили сына, выведя, выведя, и выведя его вон из виноградника. Удобно можно сказать вон из Иерусалима, ибо Христос вне враг пострадал. Евреям 13,12. Но поскольку выше под виноградником мы разумеваем народ, а не Иерусалим, то едва ли не ближе к делу сказать, что народ, хотя убил его, но вне виноградника, вне виноградника, то есть не своей ручной нанес ему смерть, а предав его пилату, язычникам. Итак, Господь пострадал вне виноградника, то есть не от рук народа, ибо ему нельзя было никого убивать. Поэтому он, за главной буквой, умер от рук воинов. Смотри, те, кои говорят, что виноградник означает Писание, кажется, ближе угадывают смысл, как отсюда оказывается, ибо Писание отбрано от евреев, передано нам. А иной сменой, пожалуй, скажут, что виноградник есть, все духовное, заключается ли оно в Писании и законах, или в деяниях и историях, чего все иудеи лишились, а мы тем наслаждаемся. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. Когда архиерей выводят гитирием и тритирием, о котором в Библии не сказано ни слова, да будут благословенные архиерея и сии предметы. И возглашают, Господи, посети виноград сей. Для чего он это делает? Что имеет в виду? В первую очередь, чтобы был благословенный виноград в ветви и от кисти от корня до кожица ягод. И если имеется в виду, что виноград означает непросвещенных евангелиях людей, то виноград сей не обрезан Словом Божиим. Виноград дикий, кислый, как говорит Библия. Более того, Слово Божие само называется виноградом, а его-то как раз и нет ни в храме, ни в ушах людей, ни в речи благословляющего. И в таком случае все остальное, совершаемое и приносимое здесь, может оказаться пустым звуком, водящий всех заблуждения. Смысл же этих слов может только один. Псалом 79-15 стих. Божий сил, обратись же, призри с неба и воззри, и посети виноград сей. Царь и пророк Даниил искал благословение Господне, приносящим мир и благополучие Израилю. Наивысшей форме это являлось пришествие Иисуса Христа на землю. Ныне же это более всего проявляется в проповеди благодати, обращающей сердца людей к небу. Священное Писание имеет также свойство. Такое свойство, говоря о чем-то важном, оно приписывает свойства живого неживому предмету. Так, например, Библия соединяет жертвенник и жертву, от которой свящается жертвенник. Так что даже Кресту приписывает кровь Христа колоссинам 1.20 И что вы? Посредством его примирить с собой и все, умиротворив через него кровью Креста его земное и земное и небесное. Бог благословляет виноград по слову Созидателя в такой мере и в такой насыщенности, что это благословением словом Иисуса как бы пропитывает покоряющихся ему и уверовавших сами становятся живыми носителями слова. Виноградник означает Писание. Господу нашему слава, честь и поклонение ныне и крестна и во веки веков. Аминь. Боже, милости буди мне грешны. Ты создал меня, Господи, ты помилуй меня. Без чесла я согрешу, Господи, прости меня грешного и помилуй. Господи, прими жертву уст наших и воззиянии рук наших как жертву вечернюю, как благуха неприятная пред престолом благодати Твоей я. Аллилуйя. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся на небе и на земле. Услыши, прими молитву всех молящихся о нас во благо нам и прими нашу молитву всех заповедовавших о них молиться. Благослови благодетелей путешествующих, чтобы все содействовало спасению. Тебе слава во веки. Аминь. Говори, Господи, слушай и дослышат Тебя рабы Твои. Аминь. Спасибо, Христос. Благодарю всех за молитву и слушание священного Писания. Благословение Господне на Вас. Благословляю Вас именем Господним. Ангела-Хранителя всем на предстоящую ночь. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Спасибо, Христос.